Эхокардиография Поэтому мы говорим сейчас применительно именно к конкретному разделу эмбриогенеза, связанного с эмбриогенезом сердца, начиная с третьей недели развития. Хочу напомнить, что когда мы сейчас говорим про третью неделю развития, про эмбриогенез, то речь идет про именно срок от момента зачатия. То есть это возраст самого эмбриона, это не акушерский срок беременности. Но поскольку мы все в УЗИ оцениваем по акушерскому сроку беременности, по беременности с первого дня последней менструации, то сюда надо для того, чтобы себе эти соответствия представлять, прибавлять две недели. Просто это разные традиции в эмбриологии и в акушерстве. Поэтому здесь мы не отступаем от эмбриологических требований, но в голове каждый раз прибавляем две недели для того, чтобы акушерские были. Вполне понятно, что сейчас мы будем анализировать срезы сердца, которые, но ориентируем у эмбриона так, словно бы он взрослый человек, который сидит к нам лицом. И в таком случае срез через сердце произведен, но в какой-то плоскости. Не так, как мы, допустим, четырехкамерное сечение вводим у взрослого, мы понимаем, что там надо плоскость по-разному проводить на ее. Ну, прямо здесь вывели через максимально, так скажем, фронтальный тип сечения, не применяя к расположению непосредственно у эмбриона самого. На что похожа сейчас вот эта картинка, видите, такая гантелеобразная, и у нее красный цвет по периферии символизирует собой неокарт, а вот черная полоска изнутри это эндокарт, и, соответственно, снаружи там перекарт. И на этой стадии, поскольку это двухкамерное сердце, то есть общее предсердие и есть общий желудочек. Мы видим при этом, что если это желудочек, где-то тут, будущая верхушка, то из-за основания сердца, из его краниального полюса, вот вырастает вниз, в каудальном направлении, такое выпячивание номер один, которое представляет собой зачаток первичной межпредсердной перегородки. И навстречу, снизу, с каудального полюса вырастает номер два, зачаток первичной межжелудочкой перегородки. Хочу обратить внимание ваше сразу, что этот зачаток номер два более массивный, более широкий в основании, потому что он реально имеет большую мышечную массу с самого начала своего развития. Что же между двумя этими камерами, общим предсердием и общим желудочком? Вот эта суженная часть песочных часов, обозначена номер три, это предсердно-желудочковый или атриовентрикулярный канал. Мы с вами будем вспоминать, что есть аномалии развития атриовентрикулярного канала, именно как раз связанные с формированием развития в амбриогенезе именно этой области, именно этой зоны. Что дальше? За этим следует стадия трехкамерного сердца, которая через неделю уже. В это время происходит закрытие первичного межпредсердного отверстия. То есть мы понимаем, что на двухкамерной стадии это было единое пространство и такое пространство должно было разделиться вот таким выпячиванием вниз. Которое представляет теперь первичную межпредсердную перегородку. Септум примум. Первичная межпредсердная перегородка. Смотрите, она началась из того зачатка, который у нас был на предыдущей стадии, и спускается в каудальном направлении. И номер два по-прежнему остался зачатком межпредсердной перегородки, он пока тут не изменяется. В результате того, что появилась первичная межпредсердная перегородка, септум примум, то и единая полость общего предсердия теперь разделилась на две отдельные полости. LP, левое предсердие. И, соответственно, с противоположной стороны будет правое предсердие, но мы его не будем подписывать, потому что мы нарисуем здесь какие-то дополнительные структуры внутри. И из левого предсердия, и из правого предсердия кровь будет устремляться в общий желудочек, а сами предсердия между собой будут сообщаться, вот то, что показано этой стрелкой красной, первичным межпредсердным отверстием, форамен примум. Теперь давайте ответим на вопрос. По расположению форамен примум, первичного межпредсердного отверстия, оно ближе к будущей верхушке или ближе к будущему основанию? К верхушке, так ли, да? То есть оно располагается непосредственно на границе с входом в желудочке. Теперь мы опять обозначим номер 3 предсердный атриовентрикулярный канал. И теперь в правом предсердии у нас на этой же стадии появляется на задней стенке вот такая структура, которая обозначена, видите, как синус венозус СВ. Это такое отверстие, куда открываются венозные сосуды, собирающие кровь для того, чтобы приносить ее к сердцу. Причем, интересно, смотрите, вот. Причем, интересно, смотрите, вот. Синус венозус, которая подходит к границе венозного синуса, синус венозус. Наконец, мы обозначим номером 5 еще структуру внутри атриовентрикулярного канала. Почему она серым цветом изображена? Она вырастает из эндокарда. Эндокарда на задней стенке единого предсердия и желудочка еще, или после формирования ушкового атриовентрикулярного канала, задней стенки этого канала идет как бы навстречу, на переднюю сторону. И вот это место получило название атриовентрикулярной эндокардиальной подушки. Мы специально используем другой цвет для того, чтобы прямо напомнить, что источником этой ткани является эндокарда. Это стадия трехкамерного сердца, которая начинается на четвертой неделе. И прибавим две, получится шесть. Вспомним, что начиная с шести недель и одного-двух дней мы видим у эмбриона сокращающееся сердце. То есть, когда мы видим сокращающееся сердце эмбриона, мы, как правило, попадаем, ну, первый раз видим, да? Мы, как правило, попадаем на эту стадию. И еще раз тоже помним базовое правило. Мы не можем стопроцентно опознать эмбрион на самых ранних стадиях до тех пор, пока не увидим сокращающееся сердце. И, значит, мы эти первые свои впечатления связываем обычно со стадией трехкамерного сердца. Что происходит дальше? Тоже трехкамерное сердце, но теперь начинает формироваться вторичное межпредсердное отверстие. Это пятая неделя, да? Акушерский срок получается шестая-седьмая, да? То есть, ближе к седьмой неделе, когда уже стопроцентно достоверность такого жизнеспособного эмбриона, живого эмбриона подтверждается сокращением сердца, да? Вот это трехкамерное сердце начинает формировать вторичное межпредсердное отверстие. Как это происходит? Что изменяется? Смотрите внимательно. Первичная межпредсердная перегородка номер один. Она продолжает свой рост в каудальном направлении. Я просто повторяю эту анимацию для того, чтобы нам легче было себе представить несколько раз. И дорастает. И соединяется с атровентрикулярной эндокардиальной подушкой номер пять. И, казалось бы, предсердия разделились друг с другом. Но в течение всей внутриутробной жизни, пока сердце сокращается, сообщения между левой и правой стороной должны быть реализованы, да? И поэтому, как только первичная межпредсердная перегородка дорастает до атровентрикулярной эндокардиальной подушки номер пять, В это же время, параллельно, одновременно, вот в этом месте, начинает появляться новое отверстие, которое обеспечивает ток крови справа налево. Это появляется отверстие, которое получило название фарамон секунду. Вторичное межпредсердное отверстие. Фарамон секундум является по названию отверстием, появляющимся позже первичного, но функция у них одна и та же. Обеспечить ток крови справа налево для того, чтобы обеспечить перемещение ее по большому кругу кровообращения. Итак, сформировалось вторичное межпредсердное отверстие. А как насчет вторичной межпредсердной перегородки? Она уже есть или ее нет? Ее еще в этот момент нет. Но наступает следующая стадия, когда мы говорим про стадию трехкамерного сердца с формированием вторичной межпредсердной перегородки. Это имеет место уже на шестой неделе. Картина приблизительно такая же, как у нас была на предыдущем слайде. Мы узнаем первичную межпредсердную перегородку. Видим, что она соединилась, срослась с эндокардиальной подушкой. Что у нее есть сверху отверстие, которое мы назвали вторичным межпредсердным отверстием форамансекундум. Или остеум секундум и то и другое. Все остальные структуры еще такие же, как на предыдущей стадии. Но что особенного на этой стадии? Дополнительно появляется новая структура номер 6. Видите, мы ее желтым цветом таким рисуем. Как растущую, с двух сторон. Сверху вниз и снизу вверх. Навстречу друг другу. Если первичная межпредсердная перегородка росла сверху вниз только, то вторичная растет с обеих сторон. Навстречу друг другу. И номер 6 мы обозначим как вторичная межпредсердная перегородка. В это время межжелудочковая перегородка хоть чуть-чуть и подросла, она тем не менее еще не сомкнулась с атривентрикулярной декордиальной подушкой номер 5, и поэтому еще имеет место межжелудочковое отверстие, и сердце остается трехкамерным на этой стадии. Теперь, что обозначено вот этой стрелкой? Овальная ямка или овальное отверстие? Как только появилась вторичная межпредсердная перегородка, то, соответственно, сформировалось еще одно отверстие. Ямка – это уже после рождения, это уже у взрослого в норме, а у эмбриона и потом у флода – это сквозное отверстие, которое открывается в одну сторону. В какую? В сторону левого предсердия. Вы легко можете представить себе, что вот стрелка красного цвета, которую у нас демонстрирует само отверстие, она точно так же может демонстрировать и направление потока крови, который эту номер один, первичную межпредсердную перегородку, отодвинет. В какую сторону? В сторону левого предсердия. И кровь спокойно будет перемещаться в таком случае откуда-куда? Справа налево. Справа предсердия в левое предсердие. Зачем? Ну, потому что основной поток крови должен идти по большому кругу кровообращения, для оксигенации тканей растущего организма. Легкие не играют, в отличие от уже, но не только взрослого, но и ребенка после рождения, оксигенирующей роли, и поэтому кровоток в легкие здесь является таким чисто формальным. Что дальше происходит? Давайте себе ответим на несколько встречных вопросов. Например, вторичная межпредсердная перегородка септум-секундумом. Она различима в камерах сердца со стороны полости какового предсердия. Стараемся вспомнить предыдущую картинку. Это перегородка, которая у нас была изображена желтым цветом. Она располагалась со стороны правого предсердия. И аналогичный вопрос. Первичная межпредсердная перегородка септум-примум различима в камерах сердца со стороны полости какого предсердия? Тоже правильный ответ со стороны левого предсердия. И это правило сохранится на всю жизнь. Когда мы смотрим на межпредсердную перегородку со стороны левого предсердия, мы смотрим практически на остатки первичной перегородки. А когда мы смотрим на стенку межпредсердной перегородки со стороны правого предсердия, мы реально смотрим на вторичную межпредсердную перегородку септум-секундум. Первичная и вторичная оставляют свой след на всю жизнь. Эта межпредсердная перегородка является результатом соединения этих двух перегородок. Первичная и вторичная на всю жизнь. Теперь видеопример межпредсердной перегородки сердца плода на 19-й неделе. Опять ту же картинку себе возьмем для того, чтобы было с чем сравнивать, как эту схему сопоставить с непосредственно движущимся. Легким движением руки, как в том фильме про бриллиантовую руку, брюки превращаются, и вот не превращаются они в шорты, хотя у нас перед этим, если она начала сокращаться, давайте еще разок мы проявим терпение. Ужас и кошмар, но будем надеяться на будущее. Посмотрим тогда на этот видеопример статичным изображением. Что перед нами сейчас попало в сечение грудная полость? Вот это гиперэхогенные структуры, это структуры развивающихся легких, которые окружают сердце. Вот здесь предсердие, а тут желудочки. Желудочки выглядят меньше, верхушка где-то здесь, желудочки выглядят меньше по размерам, чем предсердие, просто потому что мы сместили плоскость сечения для идеального рассмотрения межпредсердной перегородки. Вот здесь межпредсердная перегородка. И теперь то же самое просто давайте найдем на этих изображениях. Это правое предсердие, вот оно. С противоположной стороны левое предсердие. И тогда мы видим, что межпредсердная перегородка, у нее есть поверхность, которая со стороны правого предсердия, она будет представлена вторичной межпредсердной перегородкой, то что на схеме обозначено номером 6. И в этой перегородке, в межпредсердной перегородке мы можем различить вот такой словно бы дефект, словно бы отверстие. Это овальное отверстие, которое служит для прохождения крови справа налево. А вот если бы все у нас реально двигалось, реально сокращалось, мы бы увидели, что овальное отверстие при каждом сокращении сердца свою вот эту створку открывает в сторону левого предсердия. Вот эта гиперохогенная тоненькая створка, она является остатком первичной межпредсердной перегородки. Попробуем еще раз. Не будем дышать, нам повезло, она запустилась. И теперь мы видим реально правое предсердие ПП. Мы видим левое предсердие. Мы видим, что предсердия разделяются друг с другом за счет вот этой межпредсердной перегородки, у которой есть сторона со стороны правого предсердия, сформированная вторичной межпредсердной перегородкой. И видим, что внутри левого предсердия при каждом сокращении вот так вот перемещается в сторону левого предсердия то, что у нас обозначено ПМП. Это первичная межпредсердная перегородка. И кровь ее отодвигает, проходя через овальный отверстий. Но нам хоть как-то удалось это взглянуть. И тогда давайте ответим опять на тестовый вопрос. Заслонка овального отверстия при каждом сердечном сокращении открывается в какое предсердие? Вопрос. Правильный ответ. Она открывается в левое предсердие. Мы ее движущаяся видим в левом предсердии. Это заслонка овального отверстия, которое как бы все время перемещается внутри левого предсердия, является одним из параметров, которые у плода позволяет их различить. Левое и правое предсердие по вот этому критерию. И еще один аналогичный вопрос. Заслонка овального отверстия образована тканью septum primum или septum secundum? Правильный ответ. Образована septum primum. И у взрослого человека заслонка или дно овального отверстия, бывшего или дно овальной ямки, или мембрана овальной ямки, она сформирована septum primum. То есть дно овальной ямки на всю жизнь сохраняется остатком этой septum primum. Наконец, следующая стадия четырехкамерного сердца. Это восьмая неделя внутритробной жизни. А значит, если это акушерский срок, то это практически десятая неделя. И к десятой неделе сердце становится четырехкамерным. Сейчас мы пока смотрим на ту же самую картинку, что в предыдущей стадии. А теперь она изменится. А теперь что меняется? Я несколько раз повторяю эту анимацию, чтобы было понятно, что из атриовентрикулярной эндокардиальной подушки вниз растет сетьнотканная структура серого цвета. А вверх, ей навстречу, растет мышечная структура номер два, красного цвета. И они друг с другом соединяются. И таким образом, вот второй красной стрелкой на этом изображении показана фиброзная часть межжелудочковой перегородки, которая откуда появилась? Она выросла из эндокардиальной атеровентрикулярной подушки. выросла сверху вниз. А мышечная часть, она росла к ней навстречу, и тут они друг с другом присоединились. Тоже можно задать встречный вопрос. В межжелудочковой перегородке получается есть две части, мышечная и фиброзная. Какая из них более массивная? Ну, по картинке явно совершенно мышечная. Какая из них тоньше и меньше по размерам, но явно фиброзная. И располагается фиброзная часть в непосредственном контакте с бывшей эндокардиальной подушкой. И то, что у взрослого становится в конце концов цейтнотканными структурами в области атеровентрикулярных колец. Метрального и трикоспедального. И вполне понятно, вот эта фиброзная часть межжелудочковой перегородки, она наиболее уязвимая при всякого рода нарушениях этого развития, которые приводят к врожденным порокам. И чаще всего вот эти пороки как раз на уровне фиброзной части. Вот пример в 22 недели. Здесь знак вопроса. Он, видите, при каждом сокращении немножко смещается. Я хотел, чтобы было заметно, что этот вопрос, он прямо наступает на эту мембрану овального отверстия, на саму заслону овального отверстия. И получается, это нам помогает опознать, что знак вопроса располагается в левом предсердии, правда? И тогда противоположное предсердие, оно явно правое. Номер один, это что такое? Правое предсердие. Кстати, здесь у нас не будет обозначения. Давайте глазом попытаемся различить, что в правом желудочке хорошо виден модераторный тяж, модераторный сучок, который пересекает ближе к верхушке, на расстоянии 1,3 от верхушки, поперек правый желудочек. И что касается мышечной части, межжелудочковой перегородки, мы прекрасно видим, какая она массивная, толстая. И с противоположной стороны мы можем показать тонкую, едва заметную, складывается вообще в некоторые доли секунды впечатление об ее отсутствии, фиброзную часть межжелудочковой перегородки. Наконец, номер два. Это нам позволяет легко сориентироваться, что это левый желудочек. И таким образом структуры, связанные с развитием межжелудочковой и межплицерной перегородки, сформировались к десятой неделе, а потом мы их видим в втором-третьем триместре в норме в таком состоянии. А вот это эхокардиография уже взрослого, четырехкамерный срез, опекальный доступ. Видите, мы традиционно изображаем в таком изображении верхушкой вверх на картинке, на эхограмме, на схеме. И хочу, чтобы мы сопоставили эхограмму со схемой. Номер один. Это вторичная межплицерная перегородка. Ну, которая располагается непосредственно вблизи с атеровентрикулярными кольцами, да? Номер два. Это мышечная часть межжелудочковой перегородки. Номер три. Это что такое? Овальная ямка. И складывается вообще впечатление, что овальная ямка, она здесь словно бы дефект имеет, да? Из-за чего? Из-за того, что дно овальной ямки, или мембрана овальной ямки, или бывшая заслонка овального отверстия, она очень тонкая. Она образована первичной межплицерной перегородкой и совсем в норме едва заметная. И, наконец, вот этой желтой стрелкой мы покажем, что это фиброзная часть межжелудочковой перегородки. И давайте сориентируемся, где же она реально располагается. Она располагается между вторичной межплицерной перегородкой и септальной створкой трикоспидального клапана. То есть вот трикоспидальный клапан поэтому тоже часто является страдающим при всякого рода аномалиях межжелудочковой, иногда межплицерной перегородки в незавращениях. Ну и, наконец, теперь посмотрим на картинку из учебника Липперта, который нам демонстрирует сердце со вскрытым правым предсердием. Предсердие, ну, вообще все сердце располагается так, словно пациент к нам стоит лицом, верхушка у сердца здесь, это нижняя половина, это верхняя половина, узнали дуга аорты, и вот верхушка образована желудочками, а это правое предсердие. Его разрезали и, видите, на держалках в разные стороны стенки растянули. Тогда, после того, как вскрыли эту переднюю стенку правого предсердия, мы увидели межплицердную перегородку. Вот это межплицердная перегородка. Там уже атривентрикулярный клапан, правый, трикоспидальный, а это межплицердная перегородка. И теперь очень важный момент, что в этой межплицердной перегородке вот эта часть, которую мы сейчас с вами рассматриваем со стороны правого предсердия, это не что иное, как септум секунду. У взрослого человека мы по-прежнему видим септум секунду со стороны правого предсердия. И второй момент. Можно ли увидеть септум примум? Да, как дно фосавалис. Вот это изображена фосавалис, овальная ямка. У нее есть вот такой край. И дно этой овальной ямки, оно образовано септум примум. Независимо от того, с какой стороны мы смотрим. Со стороны правого предсердия и со стороны левого, дно овальной ямки сформировано за счет септум примум. И наконец я хочу, чтобы мы обратили внимание на кристо терминалис. Вот она. Это возвышенность внутри правого предсердия, которая внутри отделяет вот эту гладкую стенку от такой негладкой полости ушка правого предсердия. да, вот там эти многочисленные мускули пектинати, гребенчатые мышцы, которые эту гладкость, так скажем, ну, приводят к ее отсутствию, да. и мы с вами говорили, что это кристо терминалис, она сформировалась еще на стадии трехкамерного сердца и отделяла синус венозус от остальной части предсердия и тоже, видите, сохраняется на всю жизнь. Вот эти особенности развития крайне важны для нас, для того, чтобы мы понимали принципы формирования, которые легко могут нарушаться, приводя к порокам развития, но это для нас с вами будет следующая отдельная тема. Благодарю вас за внимание. пророкам обслуживания. Продолжение следует...